Добрый день, друзья! Для пилькерной ловли саргана 2022 год был сложен. В рыболовных магазинах дефицит пилькеров популярного веса 9-12 грамм и расцветок в бюджетном сегменте. Лучший выбор китайских пилькеров на староконном рынке у Владимира. Контейнер 27. Здесь можно посмотреть, пощупать и послушать. Направляемся к нему. Узнать хиты продаж китайских пилькеров в 2022 году. Вола, я вас приветствую. Расскажите про пилькера что-нибудь интересное. На что ловить? Короткая лекция для новичков именно по пилькерам. Уже лет 6 я ими торгую и пришел к выводу, что из этих всех самая ходовая модель это именно вот эта. Поэтому здесь представлены все размеры и все цвета. Если так по сезону, коротко опять же для начинающих рассказываю, что когда начинается сарган, это где-то 15-20 августа. Начинаем с семерок. Когда вода прозрачная и солнце не очень яркое, семерка просто вот серебро. Когда вода прозрачная и солнце яркое, серебро затемненное синим, черным или сиреневым. Ну вот такого типа. Потом когда идет середина сентября, тут десятка, те же самые цвета. Октябрь четырнадцатка. Ну и дальше конец октября и даже начало ноября 17-21 грамм. Потом что еще хотел сказать, что вот эти всякие цвета, они просто попадаются, когда я их покупаю оптом. И есть все-таки люди, которые их тоже покупают и на которых они ловят. По уловисты на втором месте, как оказалось, вот эта вот модель. Ну я не знаю, как ее там близко показать. С цветами все то же самое. На третьем месте, как ни странно, вот эта вот длинная. Вторые, которые были у меня, ну вот она осталась, потому что есть клиенты, которые приходят именно за ними. Ну сейчас вместо этих будут вот эта новая модель, такая перспективная. Вот. А там все остальное, это для тех клиентов, которые, у которых все есть, приходят и спрашивают, есть что-то новенькое? Ну вот есть новенькое. О, давай это. Потом, как ловят в Одессе, поводочек отводной, длина его от 10 до 30 сантиметров. То есть, когда август и пилкера маленькие, то вот так 10-12. Потом с увеличением размера саргана увеличивается и длина поводка, что заканчивая конец от тигра 25-30 сантиметров. И желательно перед пилкером, тоже чтобы был флюрокарбоновый поводочек, 40-50 сантиметров. И некоторые не используют, некоторые используют на троничке, вот, или оперении, или просто какой-то цвет яркий, который рыба в воде видит на ультрафиолете, они светятся. Вот. Их тут много разных бывает. Сейчас я покажу, чтобы... И по размеру, и по цветам. Когда вода прозрачная, опять же, вот такое вот используется. Просто серебро, когда вода мутная, вот эти вот... Ну, попугай их называют. Тогда сама... Попугай это вот этот пилкер, потому что у него такая расцветка желто-оранжевая. И когда вода мутна, пасмурна, это самый ходовой цвет. На втором месте, когда вот такой сиреневый. Ну, все-таки вот этот попугай в сезон, наверное, продается их больше, чем все остальные вместе взятые. Ну, и что еще там? Вот эти вот всякие штучки тоже используются для саргана. Ну, это так, на любителя. Это больше все-таки идет на жериках. Хотя есть люди, которые вот на это ловят саргана. Володя, а ну, на промушку, промушку еще расскажи. Про глазик. Там есть целая... Ну, там тема, что вот на глазик лучше ловится. У каждого свой опыт. И тут тройнички есть такие. Их я не могу показать, потому что я их уже все продал. Вот. Так что мушка иногда... Например, сейчас вот... В этом году майская ставрида была в июне. И на Риньере мы ловили ее на... Вот пилкер. За ним идет мушка маленькая. На какой пилкер? Серебро, семерка, десятка. Это так было. Я другие просто не пробовал. И сверху от самодура еще две мушки. Ну, тогда, соответственно, мушка была вот такого маленького размера. За пилкером. Да. Поводочек 10-12 сантиметров. И сверху, как на самодуре, две мушки. И рядом стояли люди с самодурами. Намного хуже результаты были. Она и будет обшлужить. Так что это на любителя. И каждый, зная об этом, может себе попробовать и решить, надо это или не надо. Некоторые ловят просто на пилкер без всяких мушек. Так что вот так. Все, спасибо, спасибо. Спасибо. Из-за войны морская рыбалка была запрещена по сентябрь включительно. В октябре смягчение запрета. Но к знаковым местам ловли саргана в Одессе, таким как шпора, зеленая горка, лагуна и другие, доступ не появился. Пирсы переполнены. Ловить некомфортно. На каждый рабочий квадратный метр 2-3 рыбака. Несмотря на крики заброс, постоянно перекресты, зацепы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не все пилькеры, работавшие в 2021 году, проявили себя в обществе. Говорят, у сарганов память на генетическом уровне. В начале октября были хорошие раздачи. С похолоданием и осветлением воды клев на пилькеры стал более капризным. В обзоре рабочие пилькеры мои и моих друзей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы выстояли, половили саргана, насладились деликатесными блюдами из его мяса. Всем мира, добра и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!